Улица Высокая Носхи – одна из немногих дорог, ведущих к старому саратовскому аэропорту. Впрочем, воздушная гавань закрыта с тех пор, как в Соборовке заработал аэропорт Гагарин. Пустующие с тех пор земли пойдут под застройку. Судьба территории Центрального решается на международном конкурсе архитекторов, который подходит к завершению в Саратове. Финал онлайн-голосования намечен на 11 марта. Борьбу за победу ведут два претендента – консорциумы под руководством российского бюро «Ситимейкерс» и датского «Карресен Бранц». Участникам предстояло объединить в единое пространство пять городских территорий. Помимо аэропорта – это парк Победы, Глебучев-Овраг, пляж «Городские пески» и «Зеленый остров». Привычные и хорошо знакомые саратовцам локации в случае реализации любого из проектов ждет радикальное обновление. Канатные дороги с Соколовой горы до Зеленого острова, мосты через Глебучев-Овраг, жилая и деловая застройка на территории аэропорта. Там же появятся парковые зоны и много чего еще. Правда, пока это все картинки. Многие люди воспринимают этих двух финалистов слишком прямолинейно. То есть, что вот эти проекты будут непосредственно реализованы в том виде, в котором они сейчас представлены. Нужно понимать, во-первых, что конкурс совершенно не равен реализации, что на конкурс представляли именно мастер-проекты, мастер-планы, что это никаким образом не соотносится с рабочими проектами, которые в последующем будут сделаны. А вот после того, как люди проголосуют за одного из них, город и область будут садиться и дальше с этим победителем заниматься рабочим проектом, в котором многие вещи будут действительно переделаны. Самая внушительная территория под застройку – аэропорт Центральный. Почти 250 гектар. Грандиозная совершенно задача, потому что так, чтобы 250 гектар, фактически на периферии городского центра, предлагалось под застройку, но такого не было. Я не думаю, что это где-то есть еще в России. В этих работах, по крайней мере, там есть новое зерно, что понравилось. То есть, сохранить характер места самого. То есть, сохраняется ощущение, что это когда-то было аэропортом. То есть, тоже в памяти Саратовского должно остаться. То есть, очень хорошо используются сами взлетные полосы. Вот в одной работе, которая вошла в эту двойку, взлетная полоса основная, она используется как такой линейный городской центр. То есть, на ней будут сосредоточены все общественные сооружения, там досуговые, здесь будут, по периметру будут парки. Одна из сложнейших задач – вписать будущие жилые и деловые кварталы в уже существующую застройку. Микрорайон Схим. Эти улицы в часы пик гарантированно превращаются в пробку. Не лучшая ситуация и с дорогами в Юбилейном. Нагрузка на эти артерии с появлением нового микрорайона возрастет в разы. Это является одним из самых существенных моментов в проектировании, поскольку все понимают, что дорога, как правило, сдается один раз, и очень мало случаев, когда дороги внутри города радикально меняют направление. Поэтому в настоящее время те участники конкурса, которые работали, они действительно выявляли реальные потоки, которые есть и общественного транспорта, и автомобильного транспорта. Практически все конкурсанты думали о большом пешеходном трафике, настаивали на том, что должно увеличиться количество людей, которые передвигаются пешим образом, или на каких-то самокатах, велосипедах, в общем, таких самодвижшихся местах, и соответствующая инфраструктура под это тоже должна создаваться. Поэтому вот эти магистрали, которые там нарисованы, они на самом деле должны сомкнуться с другими магистралями, которые должны образовывать и дублера Усть-Курдюмской трассы, и должна выходить дополнительная магистраль на Солнечный поселок, на Третью дачную с подробной улицей. И, соответственно, речь идет о реконструкции прилегающих улиц, которые выходят у нас улицы Мясницкая, улица Симбирская, там ряд еще других улиц. Речь идет о том, что там должно появиться не только автомобильное движение, но и более высокая плотность общественного транспорта, островальными путями в том числе. Михаил Волков считает, что в будущем именно транспортный вопрос при застройке территории аэропорта встанет наиболее остро. Кстати, одну из взлетных полос предлагается использовать как будущую дорогу через новый микрорайон. Ну вот эта хорда, которая должна идти или по самой взлетной полосе, или ее по периферии, то есть она начинается у нас с Усть-Курдюмской, и выходит через улицу Техническая, выходит туда на Шахордина, как раз вот к тому новому онкологическому центру, который строится. То есть вот такая связь. Что касается вертикальной связи северо-юг, то это продолжение улицы Симбирской через вторую взлетную полосу, то есть они там две взлетных полосы, они под небольшим, ну практически под 90, ну немного там более острый угол, чем 90 градусов, вот, но это неважно, значит, это дорога, которая пойдет дальше уже на новый аэропорт. Между тем у проекта могут возникнуть и весьма рукотворные проблемы. В конце декабря арбитражный суд Саратовской области вынес решение по делу о земельных участках на территории аэропорта Центральный. В роли заявителя выступала АО «Саратовские авиалинии». Ответчиком был региональный комитет по управлению имуществом. Акционерное общество требовало утвердить схемы расположения земельных участков, на которых расположены объекты аэропортового комплекса, принадлежащие авиакомпании. Участков более двух десятков, на них разрушенные склады, ангары и другие вспомогательные постройки. По одной из версий, в акте приватизации объединенного Саратовского авиаотряда они отсутствовали. Оформлять эти строения в собственность общества спешно начали с 2012 года. Этот момент удивительным образом совпал с активацией процесса по строительству аэропорта в Соборовке. Причем оформляли объекты путем составления декларации, как на построенные объекты недвижимости. Хотя все эти сараи, ангары и прочие возводились еще до приватизации предприятия. Кроме того, земельные участки, за которые борются саратовские авиалинии, судя по всему, существенно больше тех строений, что на них расположены. Удивительно, но все эти факты не были исследованы в суде, что навевает на тревожные мысли. Не договорной ли это матч между бывшей авиакомпанией и областными чиновниками? Не пора ли к этой истории присмотреться областной прокуратуре во главе с Сергеем Филипенко? Ведь речь, по сути, идет о судьбе крупного международного проекта. Добившись своего в суде, Саратовские авиалинии получили право выкупа земли, причем по цене значительно ниже рыночной. Нет ли здесь ущерба государству? Не повторят ли земли центрального судьбу земель САЗа? Все эти вопросы требуют ответов, и желательно незамедлительных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова